18 февраля глава Амурского района Боровлёв Павел Михайлович провёл очередное совещание-семинар с главами поселения района. На этом совещании среди прочих вопросов рассматривали следующее. О предоставлении сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Также о мероприятиях по введению электронных трудовых книжек. Также о профилактике клещевых инфекций. По первому вопросу выступила ведущая специалист по кадровой работе Холосевич Ольга Юрьевна. Первым хочу остановиться на тех моментах, кто, когда и в какой форме предоставляет сведения о доходах. Две категории у нас, представляющие сведения о доходах. Она рассказала об изменениях в процедуре отчётности для муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальную должность. Работники администрации, занимающие муниципальную должность, должны предоставить сведения о доходах до 30 апреля. Так было и раньше. А с этого года, помимо заполнения уже используемой формы отчётности, муниципальные служащие обязаны использовать специализированное программное обеспечение для формирования справки о доходах. В связи с изменением федерального закона номер 273 о противодействии коррупции, в который вступил в силу 16 июля 2019 года, изменилась процедура предоставления справок о доходах для депутатов всех этих поселений, исполняющих свои полномочия на непостоянной основе. Теперь они в случае избрания обязаны в течение 4 месяцев со дня избрания предоставить сведения о доходах и имуществе на себя, супругов и несовершеннолетних детей. Еще такой момент. Нахождение в опуске по уходу за ребенком в длительной больничной не является основанием для непредставления сведений. Далее, в процессе работы, если депутат сельского поселения совершал сделку на сумму, превышающую трехгодовой совокупный семейный доход, то он обязан предоставить сведения о ней. Если таких сделок не было, то депутат должен подать уведомление об отсутствии таковых. Эта отчётность подаётся до 1 апреля. Здесь, на мой взгляд, можно сказать, что государство усиливает контроль за доходами депутатов и руководителей. Водящих сотрудников администрации. По вопросу о введении электронных трудовых книжек выступил начальник клиентской службы Пенсионного фонда России в Амурском районе Почечуев Михаил Викторович. Он сообщил, что с 1 января 2020 года все работодатели предприятия государственного сектора и частные должны начать вести электронные трудовые книжки. То есть этот год является переходным периодом, по истечении которого вся отчётность по трудоустройству, увольнению, будет вестись в электронном виде. Для работающих переход на электронные трудовые книжки скажется благоприятно, потому что сведения об их работе стажей будут оперативно посредством сети интернет подаваться в Пенсионный фонд. Также у них появится возможность отслеживать, какие сведения обработники подают работодатели. Это предприятие, организация, которая принимает, увольняет, переводит, она должна, собственно, представить соответствующая отчётность. Приближается весна, а этот период связан с повышением риска клещевых инфекций. По статистике, каждый 12-й клещ является заражённым различными инфекциями. Самой опасной инфекцией, вирусным энцефалитом, заражены от 5 до 10% клещей. По этой теме выступила главный специалист, руководитель группы по социальным вопросам Куприна Татьяна Владимировна. Она сообщила, что, к сожалению, с каждым годом увеличивается количество обращений граждан, связанных с присасыванием клещей. Так, в 2017 году по этому поводу было 401 обращение, а в 2018 году обращений было уже 414. В 2019 году обратилось уже 461 человек, из них 139 дети. Если рассматривать статистику обращений по поселениям, то показатели обращений будут выглядеть следующим образом. В городе Амурске 269 случаев, это на 16% больше, чем было в 2018 году. В Эльбоне обратилось 109 граждан, что на 8% больше, чем в 2018 году. В посёлке Вознесенском было 19 обращений, здесь увеличение на 36%. В Литовке было 22 обращения. В Сан-Бали обратились 8 раз, и это в 2 раза больше, чем в 2018 году. В Вознесенском и Джуене было по 11 случаев. По 4 случая зафиксировано в посёлках Ачан, Болонь, Омми, Тисин. В остальных сельских поселениях зафиксировано по 1-2 случая присасывания клеща. Рост заболеваний, вызванных эксодовыми клещами, в 2019 году составил 66%. Зарегистрировано 16 случаев заболеваний, из них 15 случаев – это заболевания клещевым сыпным тифом. И один случай – клещевым боррелиозом. Случаев заражения клещевым энцефалитом в течение последних 5 лет в Амурском районе не регистрировалось.